всех приветствую на моем канале и сегодня хочу показать короткий мастер-класс по созданию вот такого цветочка это купальница европейская конечно же на ботаническую точность я не претендую так как понятно чтобы передать все досконально необходимы инструменты на данный момент я покажу как вообще практически без инструментов можно сделать вот такой вот цветок для этого цветочка я буду использовать такую проволоку которую я покупала на алиэкспресс 22 номер она 40 сантиметров для меня это очень длинная поэтому я ее разрежу напополам беру проволоку и разрезаю напополам получается 20 сантиметров это достаточно такой длины мне для моего цветочка так как я буду маленький букетик делать потом мы делаем на кончике вот такую вот сложную петельку как такую петельку делать я показывала в мастер-классе желтая раскрытая роза с серединкой можно посмотреть теперь подготовим глинку вы можете брать глину такая какая у вас есть домашний холодный фарфор либо такую покупную сама затвердевающую полимерную глину модерн клай либо еще какую у вас есть только у кого какая есть это не принципиально и будем использовать цвет кадми желтый светлый есть тоже есть перевод поэтому до такого состояния чтобы была более яркая глина но смотрите также добавляйте столько красочки понемножку чтобы вы могли чувствовать насколько глина становится жесткая потому что если очень много добавить краски она будет более жесткой из нее будет тяжело лепить и в принципе будет суховатое чтобы потом не выбросить либо потом добавить в нее такую простую глинку чтобы она немножко стала мягче и сейчас делаем основку для основы нам нужен шарик в диаметре где-то один сантиметр плюс минус один сантиметр поэтому на эту проволочку который мы сделали петельку мы наносим клей немного и берем шарик который мы уже оторвали то одного сантиметра диаметре нанизываем на эту проволочку и формируем такую как полу лепешечку чтобы не совсем круглая было но пока вот эти скругленные нам будет легче потом лепестки наклеивать так вот такую основу и отправляем сушиться вот если посмотреть это вот диаметре сантиметр просто вам близко показываю может казаться слишком слишком крупные но это не крупная отправляем на просушку сейчас мы с вами будем делать лепесточки купальницы если присмотреться ну на картинках возможно если нет такого растения в вашем районе регионе можно посмотреть что сам лепесточек имеет продольные прожилки поэтому можем найти или есть у нас в арсенале такие вайнеры которые имеют продольные мелко продольные прожилки я допустим буду использовать вайнер анемона мне он очень нравится хотя возможно может быть там немножко другая фактура но я думаю это более-менее подойдет если у вас есть какой-то другой вайнер вы можете использовать другой с продольными прожилками первые лепесточки у нас будут первые три лепесточка размер одного лепесточка это если брать шарик даже большой будет шарик примерно ну где-то миллиметра до 5 3 4 миллиметра посмотреть даже вот пять миллиметров это многовато еще даже меньше можно взять потому что нам первые три листика которые лепесткам которые будут на основе они не должны практически либо сходиться друг с другом либо только всего лишь три лепестка чтобы поместились соединяя своими ребрышками друг с другом делаем шарик и делаем тупую капельку не острую делаем тупую капельку и мы сейчас ее раскатаем раскатываем вверх и в бока чтобы лепесточки имели вот такой вот каплевидную форму с истончением чтобы вверху лепесточки были очень тоненькие вся толщина пусть уходит к серединке и к низу потому что мы сделаем оттиск и потом будем выбуривать вложим на вайнер делаем оттиск и теперь мы булечкой вы будем булечка вот таких вот покажу каком диаметре где-то до 5 миллиметров делаем так чтобы на шарике этот лепесточек загнулся поэтому мы сверху вниз проводим чтобы вы булилась так чтобы изгиб ложился на сам шарик теперь берем клей немножечко наносим даже клей можно распределить по серединке потому что нам нужно приклеить на основу либо нанести прямо на шарик клей кому как удобно потому что может быть лепесточки маленькие не будет удобно и одеваем как бы одеваем шарик будет одной и той же одного и того же цвета крайние вот эти вот ушки они в принципе не должны прилегать к основе и так делаем по кругу еще два лепесточка вот я прилепила все три лепесточка вот такой первый ряд будет выглядеть не смыкающиеся лепестки с оттопыренными ушками второй ряд мы будем делать по шахматному порядку будем клеить напротив ребрышек тоже будем 3 лепесточка клеить но уже брать в диаметре немножко больше где-то 5 миллиметров но до 6 миллиметров на второй ряд я беру 56 миллиметров опять-таки катаем тупую капельку приплющиваем и раскатываем в стороны чтобы был такой верху уголочек такая тупая капелька можно чуть чуть шире раскатывать чем прошлое тоже широко не нужно потому что чтобы тоже этот второй ряд чтобы не смыкались лепесточки крайней мере то что я увидела на картинках разборе в интернете снимаем с вайнера и тоже пытаемся закруглить но возможно нам понадобится шарик немножко большего диаметра и скругляем начиная вверх-вниз прилипает чтобы прилипает загнулся так хожу с кадра примеряем примеряем так вот где ребрышки тоже они должны как бы накрывать еще пока верхний ряд вот таким образом лепесточек берем клей и тоже в серединке наносим чтобы серединка пока еще приклеивалась так удобно было видно вам приклеиваем таким образом чтобы накрылась но пока вышечки у нас будут немножечко оттопыриваться видно чуть-чуть можно подтянуть так и таким образом тоже три части прилипим я наклеила второй ряд шахматным порядком три лепесточка видите и вот бока оттопыренные нам важно серединке чтобы были приклеены и немножко вот чтобы скругленная была форма вверху пока потому что следующие ряды уже мы будем открывать либо можно оставить на таком этапе как бутон добавить пару лепестков либо бы делать его более пышным я его сейчас покажу как делать более пышным теперь этот ряд мы будем клеить начиная как бы в шахматном порядке но продолжая уже рядышком приклеивать настолько насколько будет помещаться этот ряд и уже немножко будем идти на открытие также следующий раз ряд у нас уже будет более тоже пышный больше лепесточка уже не по 3 будет и по 4 и по 5 будет вот и последний ряд может быть самый последний ряд это будет где-то лепесточка три даже можно два которые будут завершающие и они немножко будут иметь другую форму как вот допустим вроде последние рубашечные можно так сказать это тоже считается все равно как чашелистики потому что сама купальница внутри там будет выбрасывать как бы свои соцветия но вот это все считается чашелистики и самые последние они могут быть тоже надорванные мы вот с вами сделаем такие вот зубчатые теперь мы берем шарик немножко больше прежних также катаем тупую капельку приплющиваем и раскатываем на руке кому где удобно и как удобно я вот раскатываю на указательном пальце не так очень удобно и идем по кругу следующий ряд немножко больше не хочется утомлять вас полным видео потому что это получится очень длинное видео когда поймете саму технику сами сможете сделать до конца так и уже эти лепесточки мы не будем их сильно загибать но изгиб будет то есть он у нас уже идет на открытие если у вас и глинка свежая вы можете дать заветриться оттиску чтобы он на руке не разгладился а я просто делаю сразу чтобы не терять время потому что на съемки на монтирование уходит очень монтаж уходит очень много времени дня получается что я не сделаю все эти дела которые запланировала поэтому я так немножко в ускоренном виде вам показываю так вот и клей засох нужно проследить тоже за этим чтобы не засыхал так теперь клеем порядочку начнем как бы шахматного порядка добавим стопы будет у нас открываться уровень может немножечко ниже спускаться вы видите как он идет на открытие уже он изгибается по форме цветочка но этот лепесточек уже открывается и так делаем столько лепестков сколько поместится этот ряд поместил у меня четыре лепестка я сделала вот такую форму немножко с изгибом на цветочек наверх но один он будет оттопыриваться то есть открывается и завершающие сейчас можно сделать два или три которые будут практически вот смотрите так как он открытый уже полностью тоже берем где-то глинку до 6 шарик до 6 миллиметров и катаем такой же шарик все аналогично всем этим лепесточком делаем капельку вот я раскатала капельку но последние будут лепесточки у меня с надрывами поэтому я его стеком верхушечку надо рву есть такие цветочки в которых вот немножко как зубчиками надрывами поэтому сделаем и вот таким вот методом также нужен на вайнер делаем оттиск немножечко совсем немножечко углубление делаем по низу совсем немножечко подгибаем и примеряем к цветочку он будет тоже находиться там вот где на раскрытие чуть ниже опускаем он раскрывается ниже опускается еще немножко сделаю углубление немножко больше прилег самому цветочку берем клей который как всегда успел засохнуть очень густой поэтому быстро засыхает у него и смотрим куда бы мы хотели его разместить я хочу на здесь больше загнутый так вот он будет у меня немножечко оттопыриваться его еще даже подтяну ну и со второй стороны можно сделать такой же либо где-то рядышком либо три не совсем конечно одинаковых но похожих я ставлю вот так вот мне уже нравится этот цветочек на раскрытие и теперь выравниваю конечно же чтобы проволочка нужно чтобы было ровно и потому что потом очень тяжело будет обкатывать глинкой чтобы не было волны поэтому когда слишком длинная проволочка а цветочек маленький то неудобно конечно но и на камеру очень тяжело не согнуть ничего чтоб не помешало потому что поднимается уже с камера выходит так вот такой вот цветочек получился у нас мы теперь сделаем как бы такие вот листики которые вокруг у них бывают разные и так как бы короной такой идут в несколько рядов бывает а потом большие ну как бы я не буду делать много потому что если мне так чтобы вот эта часть она опускалась туда немножко увеличила где-то вазочку то мне не нужно чтобы они мешали для вазочки ну примерно вот буду в два ряда делать всего лишь все остальное будет спрятано таким вот образом так я покажу как мы будем сейчас делать листики для стебелька и листьев мы тонируем глину окрашиваем глину травяной зеленой до такого состояния и будем делать сейчас стебелечек сначала обкатаем а потом я покажу как делать такие вот листики берем цветочек наносим клей слегка не так много лишний убираем и маленький кусочек глинки обкатываем стебель очи где-то сантиметра два длина прокручивая между пальчиками тоненько стараться так чтобы глинка достала самого цветочка и пальчиками прокручивать рядышком чтобы глинка зашла на сам вот цветочек нам тогда легче будет или даже не нужно будет его накатывать на сам цветочек лишнее убираем тоненько обкатываем стараемся равномерно катать так чтобы ровненький стебелечек был и просвет и самой поводочки чтобы не было видно и вот здесь мы будем приклеивать первые листья сейчас покажу как мы это будем делать первые листики у нас будут небольшие поэтому берем небольшую капельку расплющиваем ее я вот уже подготовила пленочку которую положу и буду раскатывать буду использовать вот такой пластиковый пластмассовый стек детский для пластилина и раскатывать в разные стороны можно так его раскатать из этого уже вырезать я оставляю края более тонкие посерединке немножко тоньше и к низу как бы удлинение чтобы обкатать сам стебелечек снимаем можно немножко если вас мягкая глинка свежая так как меня немножко дать подсохнуть обветриться обветриться а мы пока приготовим ножнички у меня сейчас будут ножнички канцелярные но неудобно такими ножницами вырезать листики лучше всего маникюрными ножницами хорошими очень тонкими лезвиями более удобно пользоваться чем такими может быть кто-то привык но мне конечно очень непривычно они тугие и получается очень тяжело вырезать то что хотелось бы а я просто свои отдала на заточку поэтому приходится показывать так как есть вырезаем вырезаем зубчиками зубчики вырезаем потому что в принципе у всех купальниц они зубчатые и вырезаем хаотичном порядке как мы хотим так вот не такой елочкой допустим как у розы мы не будем делать цветы розы листья розы они будут другой формы здесь вырезаем мы сделаем как бы как тройные но они могут быть разные совершенно разные формы не обязательно такие ровные можно посмотреть допустим в интернете на фотографии и приблизительно по фотографии вырезать здесь немножко так это лишь не убираем что нам мешал кому неудобно может сильно тоненькие такие не делать так переложу немножко обветрится и я пользуюсь вот либо таким вот стеком либо взяла шила и изогнула край ну просто ручка толстая тоже не очень удобно столстая ручка если вас тоненькая шила 100 с тоненькой ручкой можно изогнуть край и делать узор немножко продавливая мы еще дорежем сейчас другую сторону хочу немножко углубить все-таки одну сторону сделать ее вот так вот немножко еще здесь если были маникюрная волю как бы нежнее грубый срез получается тяжело очень тонкие работы делать такими ножницами поэтому лучше приобретите хорошие ножнички не вам облегчат работу так вот теперь беру так вот и сгибаю приминаю так как я делаю это без вайнера без молота хочется хоть немножко что было похоже на естественное чтобы не было прямым таким немножко отправляю его на подсушку или обветривание такое получится так и если представить у нас вот так получится но у меня уже есть подсохшие которые раньше делала потому что хочу показать также как тонировать тонировать будем мы масляными красками и сейчас я покажу я буду тонировать тоже зеленой травяной немножко же подсохла обветрилась но я покажу будет на этом и на том макаю кисточку синтетическая кисть у меня вытираю и вбивающими движениями там полочными я начинаю тонировать мешать будет тонировать только вот верхнюю часть ту часть которую будем приклеивать к стебельку мы не тонируем также переворачиваем и тонируем тыльную часть может меня сейчас плохо слышно некоторые девочки писали что плохо слышно меня в наушниках то будет лучше слышно но скоро у меня будет микрофон я думаю уже будет лучше слышно меня так и теперь этот же который мы с вами сделали они могут быть разных форм тройные двойные одинарные вместе составленные там можно даже посмотреть по фотографиям и себе выбрать такую какую захочется мы даже этой приклеим но уже подсохла потому тоже такой вот так и наш клей берем клей стараюсь девочки вам как бы коротко все это объяснять потому что сине ваше время понимаю что всем хочется побыстрее не знаю насколько это все понятно для начинающих хотя тоже как бы меня уличили в том что сказал начинающих я оскорбляю как будто там вот это мадам сказала что как будто я считаю глупыми странно для меня конечно потому что каждый чего-то начинал может быть она все-таки женщина высокого полета вот так не будем о плохом но я не хочу никого оскорбить и обидеть девочки это факт вот первый как говорится листик пошел теперь продолжаем лепить стебелек и вообще в зависимости как вы будете в одну ветку его собирать либо будут по отдельности вот так как у меня цветочки по отдельности тут уже зависимости как вы будете делать дальше будет обкатка стебелька но так как я делаю отдельными вот веточки такие отдельные то расстояние где-то будет ну вот так вот сейчас скажу вам примерно с сантиметра 4 наверное ну да вот сантиметра 4 нам нужно будет обкатать для большого листика и берем блинку все те же манипуляции давно для нас знакомые клей лишний я ухожу наверное из кадра лишнее убираем и начинаем оттягивать стараюсь упростить насколько возможно что было понятно смог сделать каждый уже более ботаническую скульптуру как говорится нужно с другими технологиями делать так вот ну и так же по такому же методу и принципу как мы это делали можно сделать другой листик просто более крупных размеров можно такой вырезать можно тоже как бы составной цельный больше цельный здесь больше вырез то есть там уже как фантазия сработает но я как не буду этот доклеивать потому что как бы я оставляю такие в букете ну вот будет выглядеть вот таким вот образом немножко сейчас поменяю ракурс а не получается ну вот тогда ближе так покажу так вот получилось поэтому если вам интересно оставайтесь со мной дальше будут интересны и дальше уроки разные желаю вам всего хорошего творческих успехов если вам понравилось ставьте пальчик вверх подписывайтесь оставайтесь со мной до следующих встреч